Друзья мои, недавно на стриме мы собрали этого робота, вернее собирал Матвей, я отвечал на вопросы, мы иногда общаемся с нашими зрителями, кто приходит нам на стримы, большое спасибо, всем вам лайк от нас. Мы сегодня поговорим об этом роботе, но это будет непростой обзор. Мы обратимся к нашим полкам и вытащим всех роботов, которые у нас есть, поставим на стол и посмотрим, какой же из них лучше. Поехали! Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на наш канал! С вами Матвей и Алексей. Как я сказал раньше, набор мы собрали на стриме, в наборе 5 мини фигурок, но заметьте, ни одного отрицательного персонажа, 2 манса и 3 героя ниндзя, Кол, Кай и Ния. Как всегда, после сборки остается куча всякого оружия и смотрите, среди всего прочего я нашел серебряную мачете. Вы знаете, что в следующем сезоне, а это будет именно сезон, на острове будут мачете золотые. Здесь уже одна серебряная мачете есть. Куча всяких золотых деталей осталось из пакетика с дырочками. И вот запасные части. Да, что немаловажно, в наборе был ключ. Ключ Лего. Вы знаете, для чего он. Для того, чтобы снимать детали. И недавно мы раскрыли еще один секрет. При помощи ключа можно ровно и точно делать наклейки. Кроме 5 мини фигурок в наборе была маленькая, небольшая постройка. Но это подставка под клинок освобождения. В этом наборе один клинок всего, как и во многих прочих. Черный клинок с белой ручкой и здесь на рукоятке черный череп. Мне до сих пор непонятно, чем руководствовались создатели и разработчики этих наборов, этой серии. Вообще, почему-то одним ниндзя дали золотые щиты и золотые доспехи. Мы знаем, у Кола золотой доспех, у Кая и, по-моему, у Зейна. У них были золотые доспехи. Почему-то у Нии и еще у кого-то у Ллойда, да? Почему-то у Ллойда и Джея, почему-то у них доспехи серебристые. Если вы знаете ответ на этот вопрос, напишите об этом в комментарии. Мы почитаем, разберемся с этим вопросом. Ну, с мансами все понятно. С этим разобрались. Уже у нас были мансы на обзорах и герои. Все это уже было, все это вы прекрасно знаете. Если вы это не видели, заходите в наш плейлист и посмотрите наше предыдущее видео. В наборе не было ни одной эксклюзивной мини-фигурки. Смотрите, обычный герой ниндзя. Ния тоже уже в каком-то наборе была. Все это уже было. Но вы знаете, насколько его можно любить или ненавидеть? Когда мы его собрали и посмотрели на его внешний вид, мне он очень понравился. Лично мне, как он выглядит по дизайну, очень красиво. Мне очень понравился. Понравилось мне решение половина красного, половина серого, как они сделали. Как вот это все обыграли. Здесь золотые детали, здесь серебряные. Вы видите, здесь золотая катана в правой руке. В левой руке катана серебристая. Остаются вопросы у меня по поводу, что сделали с ним сзади. Как всегда, что-то забыли. То есть, вот эту пластину, вот эту часть нужно самим чем-то закрыть. Или зашить. Взять какие-то небольшие пластиночки и сюда установить. Потому что выглядит это как-то... Ну вот это сделали хорошо вверху. Поставили вот это колесо с зубцами. Все красиво. Но вот это... Пошел попить кофе разработчик или дизайнер. Кто-то был инженер. А потом кто-то мимо проходил, повернул его и он забыл про эту часть. Вообще забыл про вот это вот дело. Что оно здесь осталось недоработанное. И так и отдали производство. То есть, вот это все, как оно выглядит сзади, оно, конечно, оставляет желать лучшего. Но спереди, посмотрите, спереди он просто шикарен. Несмотря на то, что у него отвратительные ноги, они только двигаются в бедре. Здесь стоит трещотка. И стопа немножко двигается, да. Но тоже здесь ограничено все. Очень, очень все грустно. С ногами все очень грустно. То есть, у него только внешний вид и поставить его на полку. А смотри, здесь даже две катаны спрятали. Я-то не собирал, я-то собирал все это Матвей. Посмотрите, как обработано, как все это сделано красиво. Все эти щиты, все накладки. Здесь даже открывается, смотрите, и вы видите золотые части, золотые катаны. Здесь тоже, наверное, открывается, да? Да. И здесь открывается, вы можете посмотреть, что там внутри. Хотя, внутри здесь ничего такого нет. То есть, все это бутафория, но очень красиво смотрится. Все это как у древних воинов самурая. Знаете, лак, такие щиты, там были все вот это красиво, мощь. Но поставили его в такую позицию самурайскую. Знаете, помните, был набор Самурай Икс против килов. И тоже Самурай Икс, тоже там были такие же, такая же самая посадка у него была. Точно так же у него располагались колени, которые не гнулись. И вот так вот он в таком положении и находился. Конечно, ноги здесь отвратительные. И совсем не работали над ногами. То есть, здесь вроде и шарнир есть, шаровый. Но он вот только вот так можно делать. Но кому это надо? Он вот так танцевал из стороны в сторону. Да, над внешним видом, конечно, поработали хорошо. Но функциональность, извините меня, оставляет желать лучше. С руками все хорошо, видите. С руками вопрос решили. Хотя вот этот сустав тоже, когда вот так вы на него смотрите, нормально. Если посмотрите сбоку, ну, видите, вот это все не прикрыто, никак не нравится. Такое решение мне не нравится. Хотя, если на полке он смотрится изумительно. Мы поставим его на полку. Вы потом посмотрите. На полке он будет смотреться шикарно. Но в плане вот пристального рассмотрения, конечно же, оставляет желать лучшего. Да. Колени, все хорошо. Здесь даже есть кабина, и можно в эту кабину посадить двоих персонажей. Не одного, а двоих. Двоих. Там, по-моему, был... Вообще, на самом деле, там был кол и, по-моему, мастер Ву еще там сидел сзади, да? Сзади не было когда-нибудь. Не, это принцессование. Принцессование там было. Здесь принцессы нет. Ее положили только в один единственный набор. Вы знаете, в какой? По-моему, в пещеру, да? В пещеру или как там, в замок Шантаро, этого императора. Да. Нет, колдуна-скелета, да? Но мы знаем, что это император. Все нормально. Так, вот этих двух ребят по сценарию... Но по сценарию именно этого набора посадили их внутрь. Причем один стоит, другой сидит. Ну, как-то так. Пожалуйста. Сдеваем. Сейчас специалист все это усадит. Так, а вот это оружие ты снял. Куда-то есть его куда деть? Сейчас посмотрим. Потому что на носороге там было место, куда деть оружие. Да. А здесь что? Решен этот вопрос хоть как-то? Хоть этот вопрос как-то решен? Сейчас. Вот так стоят, сидят. А, то есть один кайт впереди в сидячем положении, и сзади него стоит кол. Хотя мы знаем, что этим роботом управлял кол. Потому что там не было ни рычагов, ничего там не было, никаких приборов. Он при помощи силы управлял каменным роботом, да? Ты спросил где? Вот, сзади. А, сзади здесь можно зацепить что? Вот. Мачете можно зацепить, да? Кстати, у Укая тоже мачете. Но серебристая. Предлагаю вам на примере нашей коллекции посмотреть, ну если не всю, то большую часть эволюции роботов, или наоборот деградации роботов Лего Ниндзяга. Давайте мы с вами на них посмотрим. Начали мы собирать, как я уже неоднократно говорил, с Лего Ниндзяга фильма. И оттуда у нас целых два робота. Это огненный робот Кая. Для тех, кто не в курсе, лишь что-то проспал. Вот так вот он выглядел. И робот Гармадона. Оттуда же. Конечно, мы не забыли про Они Титана. Он, правда, немножко поменьше. Следующий. Это наш фаворит. Один из наших фаворитов. Титан Лойда. И, наконец-то, самый свеженький. Он уже вышел после каменного робота Огня. Вот. Самый новый, самый свежий. Ледяной. Робот Зейна, да? Так же он назывался? Ледяной Император. Ледяной Император. Это другое. Так. Но у него, видишь, у него проблемы тоже с суставом возникают. То есть, вот здесь у него как-то слабо. Во всех этих роботах есть как преимущества, так и недостатки. Да? Ты смотри, они у нас даже не помещаются на стол. Это мы не брали маленьких роботов, которые не попадают вообще в эту категорию никак. То есть, смотрите, на примере нашей коллекции, да? Вот начиналась Лего Ниндзяго фильм. Вот два робота. Они были... Они шикарные. Им вообще нет до сих пор никаких вопросов. Ну, конечно, вот этот намного хуже робот Гармадона. У него с ногами там проблемы, с руками все хорошо. Проблемы у него были с ногами. То есть, они у него практически не гнутся. Самый лучший это робот, на мой взгляд, огненный робот Кая. У него тоже колени не гнутся, да? Колени не гнутся у него. То есть, с коленями проблема у них давно и надолго. Самый первый робот, у которого двигаются колени, это ледяной робот Зейма, да? Но у него немножко вот с устойчивостью проблема. То есть, его надо немножко вот так постоянно на себя, чтобы он был более-менее устойчив. Ну, вот это была конкретная деградация. И наборы эти очень плохо продавались. Во-первых, цветовое решение отвратительное. Ну, и сам он такой маленький. А цена у него была большая. Сзади вообще непонятно что, полуфабрикат. То есть, ну, такое. Вообще он не понравился. Но мы все равно его купили, делали обзор. Да. Руки классно. Руки сделали ему классно, да. Но ноги... Ну, я понимаю, что он должен был похож на персонажа из фильма. Ну, в фильме вообще он был, извините, не из фильма, а из сериала. В сериале он был... Он должен быть вообще больше их всех. Ну, да. Но получилось, что он... А на самом деле он был самый... Он остался самый маленький из наборов, да? Вообще он должен быть вот так раза в полтора больше всех остальных. Огромный набор. А из него сделали какое-то посмешище. Скажем так. Ну, да. Я думаю, что мы его уберем, и он не будет вообще ни в каком рейтинге участвовать. Потом как... Да, да. А для того, чтобы нам решить, какой из этих роботов лучше всех... Может, до этого были еще какие-то. Я уже не вспомню. Давайте по нашей коллекции, какой из этих роботов заслуживает первого места. Давайте так. Давайте вы в комментариях напишите, какой, по вашему мнению, робот самый лучший. Мы немножко неправильно расставили, да? Давай поставим красного туда немножко дальше. Этого дальше. Вот. По поколениям, да? И вот этого давай сюда огненного. Огненного каменного. Сюда. Самый старый этот. Здесь, кстати, классно продумали вот эту вещь. На ногах у него, смотрите, вот здесь делали резиночки, и он не скользит. Для чего я не знаю, но так по столу его сложно вот так протянуть, потому как у него вот эти резинки тормозят. Давай вот так красиво все расставим. Да. И попросим наших подписчиков, наших зрителей. Опа! Вот о чем я вам и говорил. То есть это все очень ненадежно. Из-за этого, вот из-за этого момента он и, по нашему мнению, на втором месте. На первом вы знаете кто. Но, опять же, решать вам. Давайте вы напишите в комментариях, а мы посмотрим, почитаем. Нам будет интересно, на каком-нибудь стриме мы объявим результаты вашего выбора. И сделаем, наверное, в нашем сообществе тоже пост о вот этих всех роботах, и вы там проголосуете, да? Да. Друзья мои, мы будем с нетерпением ждать ваших комментариев, ваших лайков, вашей поддержки, ваших колокольчиков. Мы благодарим вас за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, до новых встреч. Пока! Да, давай. О, друзья, привет! Давайте мы навешаем люлей этому гармодону. Давай, все на гармодонах! Ха-ха-ха! Получай, гад! Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, ставьте лайки, до новых встреч. Пока!